Южные ворота города поправят. В апреле начинается ремонт моста. Масштабная работа затронут опоры, пролетные строения, заменят гидроизоляцию, ограждение, освещение и дорожные покрытия. В декабре прошлого года на мосту появилась трещина. Частично разрушился один из деформационных швов. Сейчас начались подготовительные работы. Сейчас на данный момент производится установка страховочных опор под все промежуточные опоры в количестве 18 штук, для того, чтобы избежать опрокидывания моста, так как он находится на естественном основании. Закончить все планируют в октябре. Проезжую часть придется частично перекрыть. Организацию движения по южному мосту обсуждают в Самарской мэрии. Закрываем две полосы. Две, которые остаются, они работают. Одна полоса в одном направлении, другая в другом. Но здесь жесткое ограничение по мощи – это 3,5 тонн. Движение грузового транспорта на период работ по мосту планируют запретить. Пассажирский транспорт организуют так, чтобы горожане испытывали как можно меньше неудобств. Через мост проходят 17 муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Рассматривается возможность работы так называемой «разорванной схемы». Все эти маршруты будут разворачиваться возле предприятия «Мягкая кровля». И пассажиры будут переходить по тротуару и путепроводу до остановок общественного транспорта, который позволит им добираться до автостанции «Аврора» центрального автовокзала. Чтобы компенсировать неудобства при пересадке, по улице «Авроры» от промышленности будут ходить 8 челночных автобусов до центрального автовокзала. Посадка в них будет происходить по уже купленным билетам. В администрации «Самары» обсуждают, как организовать дачные перевозки максимально удобно для горожан. Возможно, 7 маршрутов будут отправляться не с автостанции «Аврора», а с Хлебной площади. Мы рассматриваем вариант электричек, что люди приезжают на железнодорожный вокзал, электричками добираются до Красного Корешка, а оттуда уже автобусами их развозят по дачным массивам. Но не исключен вариант, что 7 маршрутов будут принесены на Хлебную площадь, и через Старый мост людей будут также развозить по дачным маршрутам. Тариф на дачные перевозки меняться не будет, мы об этом договорились, он станет прежним, на уровне 2016 года. Не повышать тариф для дачников – принципиальное решение. Не изменится и количество автобусов. В прошлом году их было достаточно, в общей сложности они перевезли более миллиона человек. В ближайшие дни определят точную схему дачных маршрутов. Пробные рейсы запланированы на 22, 29 и 30 апреля. Автобусы к дачам и садовым участкам будут курсировать с 6 утра до 20 часов вечера, по выходным и праздничным дням. А с 3 мая до конца сентября дополнительные рейсы будут ходить по средам и пятницам. Марина Матвеевшина, Марина Кравцова, Константин Головин. События.